В лечебное учреждение прибыла очередная партия пораженных. Друзья, привет! В 2019 году вышел сериал, который покорил буквально весь мир. Это Чернобыль от HBO. С того момента, как я его посмотрела, я, не поверите, до сих пор нахожусь под впечатлением от того, что такое радиация. Насколько такое явление может быть масштабным. Иногда даже не верится, что такое опасное явление может, в принципе, существовать в природе, что это не выдуманное явление. Сериал был раскритикован за то, что некоторые сцены были показаны слишком ярко, то есть последствия радиации были преувеличены. Но так ли это на самом деле? Это видео будет интересным. Я покажу вам, что такое лучевая болезнь, как радиация влияет на организм человека. Все, что рядовой человек знает о радиации, это то, что она приводит к раку. Возникает лучевая болезнь и, как следствие, мучительная долгая смерть. И спастись от нее невозможно. На самом деле это не так. И что, попав в зону заражения, выжить практически нереально. Азиация — это ионизирующее излучение. То есть такое излучение, которое способно придавать заряд атомам и молекулам, нарушая их равновесие между ядром и электронами, которые движутся вокруг него. Другими словами, радиация — это поток частиц, обладающих высокой энергией. Вступая в контакт с другими ионами, которые находятся в спокойном состоянии, ионизирующие частицы заряжают их. Это меняет физические свойства материалов и возникают биохимические реакции в организме. Из школьных курсов физики химии вы знаете, что все вещества состоят из молекул, а молекулы состоят из атомов. Частицы бывают разного заряда и величины, и от этого зависит их проникающая способность. Альфа-частицы представляют собой положительно заряженные ядра химического элемента гелия. Они тяжелее остальных из-за того, что они имеют заряд, и их легко остановить даже при помощи листа бумаги. Альфа-излучение не может проникнуть через одежду или кожу, но если их вдохнуть, то есть если они попадут через дыхательные пути, то могут сильно навредить. Кожа человека на самом деле готова к любым механическим воздействиям, в том числе и лучевым, но в определенной степени, конечно. А вот слизистые оболочки совершенно к этому не готовы. Площадь поражения при альфа-излучении невелика, до 10 сантиметров от источника, поскольку тяжелые частицы быстро оседают. Дозиметры не фиксируют альфа-излучение, его сложно обнаружить, но от него легко защититься. Нужна плотная одежда, перчатки и респиратор. Достаточно закрыть всю поверхность тела и дыхательные пути. Бета-частицы представляют собой электроны, которые всегда отрицательно заряжены. Такой поток можно остановить тонким листом алюминиевой фольги. Бета-излучение не может проникать через дерево или кирпич, а вот через кожу вполне. Хотя до основных органов не доберется, но только если не попадет через слизистые или открытые раны. Впрочем, как и с альфа-излучением. Бета-частицы распространяются на расстояние до 20 метров от радиоизотопа, поэтому они более опасны, чем альфа-частицы. Они легко проникают через одежду и кожу, воздействуя на клетки живого организма. Именно это излучение называют одной из причин появления раковых опухолей. Для надежной защиты от этого вида излучения достаточно металлического покрытия в несколько миллиметров противогаза и своевременного приема радиопротекторных препаратов. Гамма-частица не имеет заряда, но обладает большим количеством энергии и самой высокой проникающей способностью. Чтобы защититься от такого излучения, нужно свинцовое покрытие. А гамма-излучение проникает в органы через многие препятствия. Его может остановить бетонная стена или несколько сантиметров тяжелого металла. В состав гамма-лучей входят частицы, не обладающие зарядом, но несущие большое количество энергии, поэтому такое излучение наиболее опасно. Оно распространяется на сотни километров от источника. Этот вид излучения обладает мутагенным действием, провоцирует изменения в ДНК. Интересно, что гамма-излучение одновременно может спровоцировать возникновение раковых клеток, но и может их убить. Это применяется в лучевой терапии для лечения онкобальных. На четвертом энергоплог Чернобыльской атомной электростанции построено два защитных купола. Первый — саркофаг, сделан как раз из толстого слоя бетона. Второй — конфайнмент, металлическая конструкция. Он нужен, чтобы в дальнейшем снести энергоплог и проводить монтажные работы. Рентгеновское излучение также относится к ионизирующему. Его частицы хорошо проникают через мягкие ткани, что нашло применение в медицине в виде рентгеновского аппарата, но они не так опасны, как гамма-частицы. Мы ежедневно подвергаемся рентгеновскому излучению, этот источник излучения Солнца, но такое излучение, конечно, не так опасно, как другие. Доза радиации измеряется в зивертах. В целом, доза радиации, получаемой нами при просмотре телевизора, 0,01 микрозиверт. Нанести вред здоровью не может. Норма радиации — 0,5 микрозиверт. При этом радиация накапливается. То есть в один момент можно получить большую дозу, а можно постепенно работать на каком-то предприятии и ежедневно получать несколько маленьких доз. В итоге и первый, и второй случай приведет к лучевой болезни. А вот фон в 0,7 микрозиверт в час уже считается повышенным. Впрочем, это касается повседневной жизни. Для работников атомной промышленности действуют совсем другие правила. 2,28 микрозиверт в час являются границей допустимой дозы облучения. При полученной разовой дозе облучения 0,5 зиверт у человека наблюдаются кратковременные изменения состава крови. 1 зиверт в половине случаев приводит к развитию лучевой болезни. 4,5 зиверт приводит к смерти половине облученных. А 6 зиверт является смертельной дозой. На Чернобыльской АЭС люди, которые стояли рядом с реактором, получили от 2 до 20 зивертов. А смертельная доза 6-7 зивертов. То есть те, кто стоял чуть подальше, им повезло больше. При облучении 1 зивертом последствия не такие серьезные. Если облучение недолго, организм может отреагировать недомоганием, которое не грозит жизни человека. Но через несколько лет есть вероятность заболеть раком. А люди получали от 2 зивертов. 10 зивертов – это поражающее излучение. Это смертельная доза, организм которой человек просто не вынесет. Это вам информация чисто для сравнения, чтобы вы понимали, насколько была токсичная среда при взрыве. Радиация коварна тем, что на глаз определить, сколько вы получили радиации, невозможно. Поэтому люди так ее и боятся. Они не понимают, вот сейчас я получил радиацию или не получил. Потому что это никак не чувствуется. К счастью, радиация приносит меньше вреда, чем принято думать. Непосредственно из-за радиации после аварии в Фукусиме погиб только один человек. Все остальные смерти были связаны с эвакуацией больных и не оказанием им медицинской помощи. После катастрофы на Чернобыльской АЭС было больше людей, у которых пострадало именно психическое здоровье, а не физическое. То есть люди боялись радиации. Какие могут быть последствия у радиации? Мутации. Поражающее излучение вызывает изменения в ДНК. Но пока генетические последствия мутации плохо изучены. То есть мутации могут произойти через несколько поколений, а не прямо сейчас. Также трудность заключается в том, что большинство детей с аномалиями не успевает родиться. У женщин происходит спонтанный аборт, а ребенок с отклонениями может не родиться. Мутации бывают доминантными, то есть сразу дают о себе знать, и рецессивными, которые проявляются только тогда, если у папы и мамы ребенка один и тот же ген мутантный. Тогда мутации могут не проявляться несколько поколений или же вообще не повлияют на жизнь человека и его потомков. Вы слышали байки о том, что в зоне отчуждения видели мутировавших коров, собак. Но на самом деле на животных мутация меньше всего сказалась. Дело в том, что чем сложнее организм, тем более он уязвим. А у человека, как известно, самый-самый сложный организм. Даже для размышления вам, если животное может пострадать физически, человек может пострадать физически и психически. В зоне отчуждения есть удивительная зона — рыжий лес. Это участок соснового леса. Хвойные деревья этого леса в момент аварии приняли на себя огромную дозу радиации, в результате чего в считанные минуты сгорели, сменив цвет зеленого на кирпично-рыжий. По словам биологов, это произошло в результате разрушения хлорофила. На этом изменения не закончились. Уже после аварии очевидцы обратили внимание на то, что выжившие деревья и новые молодые сосны стали странными. То есть низкорослыми, с хаотично торчащими пучками иголок. Некоторые из молодых сосен и вовсе росли белыми. Биологи объясняют специфическое расположение иголок и низкорослых сосен не мутациями, а той же самой приспособляемостью растений под условия. Радиация в первую очередь воздействует на верхушки сосен, поэтому деревья начали расти не ввысь, а вширь. Почему радиация до сих пор вызывает болезни и генетические мутации? Период полного распада радиоактивных веществ составляет тысячи лет. Поэтому однажды попав внутрь нашего организма, вот это излучение может облучать нас на протяжении всей-всей жизни, изменяя биохимические ритмы. Лучевая болезнь. Возникает или при однократном большом облучении радиации, либо при дозированном постоянном облучении. Это самое частое заболевание, которое связано с проникающей радиацией. Ее главные симптомы – слабость, тошнота, головокружение, нездоровый румянец. И убивает она тоже не сразу. В случае с Чернобылем смерти начинались только на 10-й день, а некоторые ликвидаторы живы до сих пор. В сериале «Чернобыль», если помните, был такой момент, когда жена ликвидатора хотела обнять своего мужа на врачей, и это запретили, говоря о том, что это радиация. На самом деле большинство людей, которые лежали в палатах, они не излучали радиацию. Накопление радиации длится месяцами, поэтому даже от мимолетного объятия ничего не будет. В зависимости от того, какая доза получена, выделяют несколько стадий развития заболевания. При первой легкой степени возникают тошнота, рвота, дрожание рук и ног, сердцебиение. Все проходит после восстановительного лечения. После двухчасового пребывания в зоне выпада осадков, я почувствовал горьковато-сладкий привкус, такой металлический привкус даже, можно сказать. Потом, через полчаса началось обильное слюневыделение, побаливание в лобовой части головы. И через минут 10-15 после этого началась частая рвота. Рвота продолжалась на протяжении 3-х часов. Как часто эта рвота повторялась? Эта рвота повторялась каждые 2-3-5 минут в такой частоте. Потом, после заставления нас в поликлинику и после введения внутривомышленных уколов и также капельницы, рвота, можно сказать, прекратилась. А головных болей не было, слабости? Была слабость. Головная боль. Сонливость? Сонливость была тоже. Также были судороги ножные. Первичная лучевая реакция развивается тем раньше, а ее продолжительность тем больше, чем выше поглощенная доза облучения. Лучевая болезнь в первую очередь повреждает пищеварительную систему и костный мозг. Эти органы состоят из клеток, которые быстро делятся. Поэтому повреждение этих клеток гамма-лучами в первую очередь приводит к тому, что они не могут нормально делиться и органы разрушаются. Поэтому у людей, которые получили колоссальную дозу радиации, через несколько часов развивалась диарея и тошнота. При второй, средней степени появляются кожные высыпания, нарушаются движения и рефлексы, выпадают волосы, снижается давление в крови. При отсутствии лечения переход в третью степень. Но не всегда острая лучевая болезнь так легко протекает. Вот, Володя, я тебя хочу расспросить. Как все дело было? Вот как ты получил травму? Блухой взрыв, слышал. Далее? Да. Но я не обратил внимания. Потом второй. Я подумал сначала, что где-то рядом рвутся кислородные баллоны. А когда произошел мощный третий взрыв и задрожал в вагончик, я выскочил на улицу. Мне обратило внимание на то, что сверху начал накрапивать дождь. А когда я возвратился в вагончик, мне сказали, что меня лицо с учетом. Я начал смывать. Смыл это все. Потом посидел немного и, думаю, поинтересуюсь, пойду посмотрю, что там произошло. И пошел туда поближе, посмотреть. Он подошел почти совсем рядом на собор. Посмотрел в центральный зал, в реакторное отделение. Развалено все у чем-то. Обрушилась стена. Крайка стена, ну, вода течет, все там течет. Потом мне буквально через минут 10-15 стало очень плохо. А что было? Ну, начало тошнить. Рвать начал. Сколько раз было рвутся? Да, рвутся, наверное, раза 7-8. Подряд-то? Да. И меня дежурная машина отправила в больницу. Ну, там, конечно, мне сделали промилку желудка. При третьей тяжелой степени усиливаются симптомы, характерные для второй степени. Снижается иммунитет, обостряется течение хронических и инфекционных заболеваний, наступает тяжелая интоксикация, сопровождаемая кровотечениями. При четвертой, крайне тяжелой степени, повышается температура, сильно падает давление крови, появляются некротические язвы, развивается отек головного мозга с наступлением смерти через 2-3 дня. Среди тяжелобольных было немало пациентов, которые получили, кроме лучевой болезни, еще и лучевые ожоги, которые занимали большую поверхность тела. При такой ситуации человека, к сожалению, очень трудно спасти, потому что это сочетание, несовместимое с жизнью. Еще и высокое воздействие рентгеновских лучей и лучевой терапии могут вызвать и также лучевые ожоги. И опять возвращаемся к излучениям. Гамма-излучение может вызвать очень глубокие гамма-ожоги, и еще и внутренние ожоги органов. Бета-ожоги имеют тенденцию быть неглубокими, поскольку бета-частицы не могут глубоко проникнуть в человека. Эти ожоги могут быть похожи на солнечный ожог. Альфа-частицы могут вызвать только внутренние ожоги при вдыхании. Самая опасная в лучевой болезни – это то, что она может привести к раку. И такое, к сожалению, встречается часто. Раковые заболевания. Чаще всего возникает лейкоз – это рак крови, потому что радиация воздействует на кровь. При полученной разовой дозе облучения в 0,5 зивер наблюдаются кратковременные изменения состава крови. Вопреки мифам, большинство ликвидаторов выжило. У кого-то появилась лучевая болезнь, у кого-то возник рак, у кого-то и то, и то. То есть человек мог умереть именно от рака, а нет лучевой болезни. Страшно то, что человек не сразу получает заболевание и лечится от него. Проходят долгие месяцы, радиации накапливаются. И постепенно человек может не заметить, что он, например, заболел раком. А выясняется это только на тяжелых стадиях, когда человека практически невозможно спасти. На третьей и четвертой стадии. Радиофобия. Опаснее всего не сама радиация, а ее боязнь. Радиофобия. То есть человек мог умереть буквально от остановки сердца, а не от лучевой болезни. Вот этим и опасна радиофобия. Что болезни физически нет, она есть в голове. И человек сам себя таким образом доводит до другой болезни, которая у него развивается. Люди боялись есть растительную еду, потому что думали, что она заражена. Боялись дотрагиваться до предметов, думали, что там частицы радиации, там дышать воздухом, вплоть до такого все доходило. Но есть факт, который уберет эти мысли. Давайте подумаем логически. Допустим, в почве у нас 100 условных единиц радиации. В растениях будет уже 10 единиц. В семенах – один. В корове, которая их съест, 0,1. В ее молоке – 0,01. Каждый биологический рубеж снижает концентрацию частиц. На самом деле, радиация – это страшная вещь. Ее же нельзя заметить, ощутить. Некоторые отмечали привкус йода, но это не вкус радиации. Это именно йод, который выбрасывался в атмосферу. Йод убивал щитовидку, поэтому многие ликвидаторы имеют проблемы с щитовидной железой. Опасна не сама радиация, а сопутствующие ее вещи. Выброс йода, радиофобия. В Чернобыле была сильнейшая гамма-радиация. В Рыжем лесу буквально фонило настолько, что когда делали фото, они оказывались мутными. Пленка засвечивалась излучением. Напишите в комментариях, были ли у вас случаи, связанные с радиацией. Может быть, в профессии. Или ликвидаторы ваши родственники рассказывали вам. Напишите в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. А я с вами обращаюсь до нового видео. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok